Помощник президента Андрей Белоусов Все понимают, что существующая, условно говоря, либерально-олигархическая модель закончилась Она подошла к ситуации, при которой дальше существовать не может, нравится ли это кому-то или нет Вместе с тем существует четкое понимание, что новую модель невозможно создать без публичного обсуждения Но все также прекрасно понимают, что любая форма начала этого обсуждения подразумевает слом действующей системы Что уже даже звучит очень страшно И по этой причине те люди, кто понимают, что это публичное обсуждение необходимо Постепенно, понемногу, эту тему начинают снова и снова поднимать Я не думаю, что Белоусов имел в виду что-то конкретное Скорее, это попытка озвучить ситуацию, не внося предложений, без жестких выводов Ибо пока никакой альтернативной модели нет Белоусов дает понять Ребята, старая модель больше не работает Давайте обсуждать, что может быть вместо нее Соответственно, те, у кого модель эта под ногами, начинают нервничать и кричать Как можно? Это же святое А те, кто модель менять готов, говорят Ну уж если даже столь близкий к президенту человек затронул столь важную тему Ведь как прошлая идея Белоусова делиться сверхдоходами Так и нынешнее заявление связаны с тем, что действующая либерально-олигархическая модель Выстроена на костях приватизации И все понимают, что в процессе смены модели Приватизационные принципы неизбежно придется затрагивать Та же тема химико-менталлургических олигархов связана с чрезвычайно простой вещью Природная рента в соответствии с приватизационным принципом либерально-олигархической модели Частная, а с точки зрения государственных интересов она должна быть национализирована Для выработки этого решения нужен общественный консенсус И фактически он есть В последние годы более 80% наших сограждан поддерживало сталинское отношение к чиновничеству И соответственно к элитам А после начала пенсионной реформы эта цифра поднялась до 90% Значит если раньше только 20% выражали свое несогласие То сейчас их число сократилось вдвое Но консенсус все равно обязателен Эта тема должна быть вербализована Должна появиться и открыто обсуждаться в публичном пространстве И только после этого можно будет принимать какие-то меры Иначе реакция будет как на очередной рейдерский захват Что неправильно Думаю, что все произойдет в течение ближайших года-двух Даже не доходя до середины нынешнего президентского срока Владимира Путина Ибо попытка еще раз отложить решение этой проблемы в долгий ящик Сейчас уже может вызвать только резкое ускорение соответствующих процессов Если вам понравился этот ролик Ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях И обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео Подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт Там много различной аналитики о происходящих событиях в мире До новых встреч!